Старшеклассники готовятся к написанию итоговых сочинений, а спортсмены к предстоящим соревнованиям. Хотя только недавно пловцы и синхронисты спортшколы «Дельфин» стали победителями и призерами первенства и чемпионата Приволжского федерального округа. Своими эмоциями они поделились со съемочной группой программы «Челны-24». Челнинские синхронисты в очередной раз доказали – они сильнейшие спортсмены страны. Практически в каждой программе они стали лучшими – в дуэтах, соло и группах. А ведь в соревнованиях участвовали 250 спортсменов из восьми регионов, и их могло быть еще больше. К сожалению, к нам не смогли приехать спортсменки из Самары. Это основные наши были соперники многие годы, с которыми мы соревнуемся. Мы очень расстроились. Челнинские синхронисты показали новые номера, с которыми выступят на чемпионате России. Он должен был пройти еще в апреле в Казани, но из-за пандемии перенесен на конец ноября. Первенство чемпионат ПФО по синхронному плаванию впервые провели в Челнах. И это были первые крупные соревнования после длительного перерыва. Для нас это было очень трудное соревнование, так как мы очень долго… У нас не было стартов, и нам было тяжело после такого перерыва. Поэтому мы должны были выложиться на все силы. Длительный перерыв сказался и на челнинских пловцах. Так звезда городского спортивного плавания Ирина Приходько решила уйти из большого спорта. Плавцы – это такие специфичные спортсмены, которые постоянно нуждаются в воде, так как длительный перерыв был. И это очень плохо сказывается на физической форме, на нашей подготовке. Да, некоторые спортсмены прекратили плавать после пандемии, уже не возобновили тренировочный процесс. В плавании остались сильнейшие. Это показали соревнования, которые прошли в Саранске. Первенство и чемпионат ПФО – одни из самых престижных состязаний. Около 600 пловцов из 13 регионов. Челнинка Татьяна Чугурова пять раз поднималась на высшую ступень пьедестала. Спортсменка уверена, что ее успех – заслуга в первую очередь тренера. Я хочу поблагодарить своего тренера Кирилова Кирилла Валерьевича за то, что он мне помогает морально и тренирует меня. Потому что без него я бы не справилась после пандемии на соревнованиях. Александр Абшаров тоже собрал урожай медалей. Три бронзы, два серебра и одно золото. Спортсмен своим результатом остался доволен. Моя самая главная задача была просто побороться, показать хороший результат. Я его показал. Только к этим соревнованиям, наверное, мы уже восстановились. Очень тяжело было восстановиться после пандемии. Сейчас пловцы начали готовиться к чемпионату России. Он пройдет с 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге. Любовь Захарова, Эльмир Гайнудинова, Радиганиев, Челны, 24.